Ламинат представляет собой пластиковые панели с декоративным рисунком. Укладывается ламинат на подложку. Подложка – синтетический, упругий материал, обеспечивает достаточное теплосбережение и высокую звукоизоляцию помещения. Подложку укладывают на подготовленную, выровненную поверхность без использования клея. Следующий этап – укладка самого ламината. Плиты укладываются в разбежку, избегая крестовых соединений, что обеспечит прочность и долговечность соединения ламинированных панелей. Каждая панель имеет шпунтовое соединение – с одной стороны продольный шип, с другой – канавку. Размечают и отрезают плиты строго под углом в 90 градусов. С помощью электрического лобзика, придерживая панель во избежание появления сколов, мы отрезаем нужную длину панели. Соединяются ламинированные плиты с помощью специального клея для пластиков. Клей аккуратно выдавливается в канавку шпунтового соединения, затем плита приклеивается к предыдущей и прижимается. При правильной укладке ламината линия среза спрячется под плинтус. Мягким материалом убираются излишки клея. При соединении двух ламинированных панелей не рекомендуется подстукивать их молотком, так как панель может дать трещину. Первая полоса из ламинированных плит к стене не приклеивается, а клеится только по торцам с соседними плитами и выравнивается относительно стены. Если неровно уложить первую полосу, то уклон будет виден на всех последующих соединениях. Надо помнить, что при температуре около 10 градусов клей сохнет очень медленно, а свыше 20 градусов слишком быстро и теряет свои свойства. Поэтому работать нужно в хорошо проветриваемом помещении с температурой от 10 до 20 градусов. Надо заметить, что ламинированные панели состоят из нескольких слоев. Наиболее важный из них – верхний защитный слой. Как раз он обеспечивает нужную прочность и долговечность всему полу. Под защитным слоем находится декоративный, имитирующий любой вид древесины. Не надо путать ламинированные панели с паркетной доской. В ламинированных панелях не используется натуральное дерево, и их нельзя циклевать и покрывать лаком. Укладывая поочередно все ламинированные плиты, мы получаем прочную и современную конструкцию покрытия для пола. Если в процессе эксплуатации одна из плит все-таки треснула, ее можно заменить. Для этого аккуратно нужно разобрать покрытие, начиная с последней, уложенной плиты. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...